Боже, друзья! У меня мороз по коже вот от этого холста. Вот видите, жаль он под стеклом и вам отсвечивает, видите, окна. Но видите, у него закрыты глаза, да? Закрыты или открыты? Как вам кажется? Я вообще в ужасе, потому что, вы знаете, я когда зашла, о, видите, он открывает глаза. Вот когда смотришь отсюда, у него вроде глаза закрыты, видите? Или как тут? Это я в церковь вошла, друзья. Церковь Черч 1350 года. Основана она. Вы знаете, у меня что-то прям мороз по коже, потому что я никогда не обращала внимания на эту картину. И вот я когда вошла сегодня первый раз вот здесь напротив дверь, вот видите, дверь такая напротив, все довольно старинное. Вот. Я вхожу, и у меня падает взгляд на вот этот вот лик Иисуса Христа. И он прямо на меня смотрит, у него открыты глаза, он смотрит прямо пристально на меня. И самое интересное, что мне даже показалось, что он так руку, знаете, поднял с пальцем вверх, правым, указательным. Боже, и я подошла поближе. Ой. Я подхожу поближе, и вдруг я вижу, что у него глаза закрыты. Это вот игра такая, наверное, как-то сделана так. Это холст. Рисунок. Слушайте, жуткое дело. Но когда я подхожу, он закрывает глаза, когда я отхожу, он открывает и на меня смотрит. Ну, видно, конечно, что эта игра так нарисована. Знаете, как раньше были у нас открыточки, подмаргивали там нам японки. Но там-то видно было, что подделка. А здесь-то просто утроб берет, вы знаете, особенно, когда я была одна в этой церкви старинной. И вот здесь этот лик, видите, он даже на открытке продается. Наверное, все знают его, а я так вот первый раз увидела и была потрясена. А вообще церковь довольно обычная. И даже то, что странно для меня, старая она считается 1350 года основания. Но как-то вот это все у нее оформлено, вы знаете, меня не впечатляет. Ну, вот единственное, что остались эти мраморные колонны, может быть. Только для чего вот эти вот новые какие-то странные фигуры. Вот видите, мне непонятно. А здесь вот за закрытой занавеской вот такая мраморная, как называется, обелиск или что? Мраморная, погребен там кто-то, какой-то рыцарь. Именно здесь гробница, ну, не гробница, как это называется в церкви, да? Вот она здесь, видите, закрыта. Уже как подсобное помещение. Ну, здесь стоит рыцарь опять. Вот видите, у входа. А, судя по всему, это его похоронили. Не знаю. Ну, и вот эти также мраморные гробницы. Это, судя по всему, тоже какой-то знатный род. Вот муж и жена похоронены. Иногда сохраняются, иногда нет, но вот здесь сохранены. Я говорю, обошла вокруг опять. Похотела найти какие-то даты. Но, к сожалению, никаких дат и ничего тут нет. А это все уже, по-моему, даже какая-то новая лепка. Это уже не мрамор. И цветы какие-то, но раскрашенные, вы знаете, масляными красками. Вот это меня просто поражает. Зачем? Вот опять же, посмотрите на это великолепие. Вот это вот их мебель, конечно. Старинная, из натурального какого-то дерева. Тиса или дуба. Нет, не дуба. Это что-то более благородное. Очень впечатляет, вы знаете. Для тех, кто разбирается, конечно. Но вот, к сожалению, вот этих вот таких, именно старинных каких-то вещей здесь довольно мало. А уже те, кто пытались эту церковь немножко реставрировать, они, мне кажется, как-то абсолютно не имели никакого вкуса. Потому что меня она удивляет тем, что у нее внутри какие-то странные нагромождения. Какого-то хлама, церковь действующая. А интересно, что... Вот опять, видите, какая-то... Сейчас просуну вам туда между грудьев, покажу. Это вот что-то, какой-то клавесин или старинное какое-то пианино. Не знаю. Много найти можно довольно интересного. И, скорее всего, она полна тайн, эта церковь. Но, вот, как я говорю, спросить не у кого. Вот. А еще странная история. Не то, чтобы даже не у кого спросить, а то, что никто даже и не знает. Сейчас расскажу поподробнее. Вот такая дверь. Закрываю. Ой, хотела прям выйти, показать вам эту церковь снаружи. Но там такой ветер опять. А я что вам хотела? Поэтому я вот встала здесь при выходе. Я что хотела вам сказать? Вы знаете, спросить не у кого, потому что, как ни странно. Вот опять, это надо просто искать и искать человека, даже того, кто здесь живет, какого-то коренного англичанина, и то не всякого. Можно расспросить о истории этих церквей. Вот даже на острове Айла Вайт, вы знаете, я вот интересуюсь этими всеми вещами. Мне очень нравится эта старина их. И вот, когда я даже разговаривала с моим мужем, и он меня привез, я попросила в какую-то старую церковь привезти меня. И он привез меня и показал вот эту церковь. 1350 год, Гоцхилл. Холм Бога. Город. Были мы с вами здесь уже, кто помнит. Но еще раз говорю, что и мне очень нравятся эти все места. И я здесь бываю часто. Так вот, когда он мне привез в эту церковь, сказал, 1350 года, это самая старая церковь на острове Айла Вайт. И я поверила, конечно, потому что муж мой много очень знал. И вообще такой был продвинутый. Очень человек образованный. Интересовался многим. И был для меня как-то авторитетом все-таки в каких-то вопросах. Тем более в вопросах истории Англии. И когда я нашла, вдруг неожиданно для себя, но это уже когда умер мой муж, и я нашла, скину вам внизу видео, которое тоже советую вам посмотреть. И я, наверное, еще в эту церковь схожу, как она мне нравится. Это церковь, действующая, опять же, до сегодняшнего дня. Церковь 1070 года. Постройки 1070. Вот вдумайтесь в эти цифры. Это тысяча лет назад, скажем так, да? Почти тысяча лет назад. Это что-то невообразимое. И вы знаете, когда я ее нашла, я несколько раз даже потом сфотографировала, что там именно на 1070-го года, потому что я не поверила своим глазам и не могла поверить, почему мой муж мне ее не показал. Он что, не знал? Как-то странно. А потом оказалось, что когда я стала разговаривать, вот у меня тут остались кое-какие знакомства с англичанами, и мы иногда встречаемся. И я стала тут как-то за чашечкой кофе тоже рассказывать о том, что я нашла эту церковь в Вентнере тысячелетней давности, которая меня, в общем, поразила. И мне даже люди не поверили. Сказали, где, что? Я говорю, ну вот, церковь святого Бонифаций, они сказали, ну да, но она, всего ей 200 лет. Я говорю, так там новая 200, а старая-то совсем рядышком. То есть понимаете, какая история? Что не знают люди, здесь живущие англичане. Вот как-то это тоже. Хотя, может быть, не странно, хотя, может быть, в порядке вещей, но люди-то я разговаривала не с молодыми, аж с уже такими где-то за 60, за 70 люди, которые здесь живут всю жизнь, на этом острове, и они не знают. Вот это меня, помню, тогда удивило. И даже одна женщина, она стала со мной спорить, просто даже не сказала, что не правда, не может быть. И мне пришлось найти ей это видео и показать. И потом она мне позвонила, извинялась и сказала, Галина, не могла бы ты мне показать, как доехать до этой церкви, потому что я ее найти не могу. А там действительно надо немножко знать. Я ее отвезла, она, конечно, потом извинялась опять, но ей, наверное, это не понравилось. Она хоть и извинилась за то, что вот такой вот она в казус, как она сказала, случился. Confused, как они говорят. I confused myself. Но они этого не любят. И после этого как-то она мне перестала. Раньше звонила, меня приглашала на чашечку кофе или чая, а потом перестала. Нанимаете? Больно умная, так скажем, да? В скобочках про меня. Вот такие вот они опять. Вот не любят они этого. Хотя я и вроде и не выпячивалась. Это просто как бы в разговоре зашел, такой у нас разговор. Ну, вот такие вот вещи. Ну, я все-таки вышла и показываю вам эту церковь снаружи, как она выглядит. Ветер, уж извините. Здесь, как вы видите, старинное кладбище опять вокруг. Всегда вокруг всех церквей у них старинное кладбище. Эти кладбища уже не действующие. Давным-давно никого тут не хоронят. Но вот они всегда вокруг любой английской церкви вы увидите. Вот такие вот надгробные старинные плиты. Да, еще вы знаете, что для меня интересно. Я, по-моему, вам никогда об этом не говорила. Вот хочу сейчас сказать, рассказать, что здесь на острове Айлоу-Вайт у нас, как ни странно, люди все здороваются друг с другом. И вот я сейчас тоже поднималась на этот холм. И мне все говорят автонун, прекрасный день. Буквально все. У них это вот так вот принято. Но это только на нашем острове. Вот знаете, наверное, большая деревня. Сейчас ветер переждем. Наверное, все-таки большая деревня наш остров, как у нас раньше. Да и сейчас, по-моему, в деревнях в российской глубинке. Все ведь здороваются там друг с другом. Так и здесь. И вот и здесь. И вот и здесь. И вот и здесь. Субтитры создавал DimaTorzok